Юталан Гройтер и Сильвиан Нойендорф. Ты останешься моим другом. Не поседает обтышка, друзья. У них есть небольшой сад. Там они сажают всего понемножку. Салат, редиску и конечно же землянику. Этот сад их тайна. Он скрыт от посторонних глаз и попасть туда не так-то просто. Вход в сад загораживает куст с колючими шипами. Чтобы пройти внутрь, нужно сначала отодвинуть ветки с помощью веревки. Как-то раз друзья отправились в сад с корзиной. Вот и земляника поспела, радостно сказал топтышка. Поскорей бы ее попробовать, мечтательно отозвался непоседа. На следующий год посадим еще больше земляники. Ну что это? Меж зеленых листьев виднелись лишь несколько ягодок. Почти все землянички кто-то уже сорвал. Топтышка и Непоседа молча посмотрели друг на друга. Это ты, закричал Непоседа. Ты украдкой пробрался в сад и съел все ягоды. Без меня. А ведь это наша общая земляника. Мы ее вместе сажали, а ты взял и съел ее один. Это ты нарочно раскричался, чтобы я не заподозрил, что ты их съел, возразил топтышка. Голос его становился все тише. Но я все понял. Я от тебя такого не ожидал. Обманывать лучшего друга. Ты мне больше не друг, закричала Непоседа и бросился прочь из сада. И я тебя тоже не хочу больше видеть, крикнул топтышка ему вдогонку. Оба отправились домой. Но Непоседа решил сделать большой крюк, чтобы не встретиться с топтышкой. Как же Непоседа на него рассердился? Что с тобой? Спросил Бельчонок. Топтышка мне больше не друг, ответил Непоседа. И слышать больше не хочу об этом обманщике. Что? Удивился Бельчонок. Не может быть, ведь вместе вы все время придумывали что-нибудь интересное. Помнишь? Вы собирали повсюду всякие разности. Например, птичьи перья. С тех пор мы с сестренками и братишками тоже собираем перышки. А помнишь, как вы с нами, Бельчатами, устроили пикник прямо на дереве? Мы так веселились, что и про еду думать забыли. Теперь это все в прошлом, ответил Непоседа и сердито зашагал дальше. Вдруг возле него что-то зашуршало. Надеюсь, это не топтышка, подумал Непоседа. Нет, это был почтальон Ласка. В чем дело? Спросил он Непоседу. Мы с топтышкой только что раздружились, сообщил Непоседа. Не может быть, не поверил Ласка. Ведь вы всегда так хорошо ладили, что случилось. Неважно, ответил Непоседа. Как жаль, вздохнул Ласка. И что только на вас нашло? А ведь это вы двое меня научили, что быстрее всего заснешь, если сложишь лапы на животе. Я не забыл, а еще у меня до сих пор сохранилась ваша тайнопись. Я так и не смог ее расшифровать. У нас и тайный язык тоже был, вспомнил Непоседа. Картошка в нашем языке будет у Зюпы. Оба рассмеялись. Помиритесь, крикнул на прощание Ласка и скрытнулся из виду. Никогда, подумал Непоседа и зашагал дальше. Топтышка один съел землянику и предал нашу дружбу. Под большим дубом ему встретился Кабан. А где Топтышка? Спросил он. Мы с ним больше не друзья. Буркнул Непоседа в ответ, размахнулся и швырнул подальше сухую ветку. Такая крепкая дружба не может так просто взять и закончиться, возразил Кабан. Это было бы слишком печально. А какое вместе вы варили варенье? Вспомнил он и перечпокнул от удовольствия. И знаешь, что еще? Когда вы тихо сидите рядом друг с другом, то сразу видно, что вы друзья. Даже если вы не говорите ни слова. Такая дружба – большая редкость. Кабан пошел дальше. А Непоседа остался стоять и загрустил. Не хочу грустить. Упрям, подумал он. Ведь я злюсь. Ужасно злюсь. Я всегда был Топтышке хорошим другом. А он взял и тайком съел нашу землянику. Непоседа сердито зашагал дальше. По дороге он время от времени срывал четырехлистный клевер. А что же Топтышка? Топтышка сидел перед фургончиком Непоседы, царапал палочку землю и бормотал себе под нос что-то непонятное. «Что с тобой?» – спросил Горностай. «Мы с Непоседой больше ничего не делаем вместе», – тихо ответил Топтышка. «А почему тогда сидишь возле его фургончика?» «Ах!» – удивился Топтышка. «Я и не заметил». «Так что же случилось?» – не унимался Горностай. «Не скажу», – пробормотал в ответ Топтышка. «Но мы с Непоседой больше не друзья». Пришел Хорек и говорит. «Но ведь когда вы вместе, вам любые трудности нипочем. Совсем недавно, когда у вас под ногами обрушилась гора, ты спас Непоседу, а Непоседа – тебя». «Ты что, забыл?» «Нет», – устало вздохнул Топтышка. «Но все равно наша с Непоседой дружба закончилась. Пойду-ка я к себе». Но он так и остался сидеть на месте. Хорек рассмеялся. «Вы так хорошо умеете веселиться вместе! Сколько раз вы с Разбегу прыгали в пруд, и при этом пели во весь голос?» «Все лягушки выскакивали из пруда на вас посмотреть», – подхватил Горностай. «А после дождя вы всегда принюхивались к влажной земле». «Этого больше никогда не будет», – крикнул Топтышка им обоим вслед. «Ну и пусть!» Мимо скакал Кролик. «Чего я тут раскричался?» «Так и быть, и тебе расскажу», – ответил Топтышка. «Мы с Непоседой больше не друзья». «Что?» – разволновался Кролик. «Но ведь Непоседа – твой лучший друг. В твой день рождения он всегда украшал ветки старого бука ленточками. И ты в его день рождения делал то же самое. С тех пор старый бук называется деньрожденным деревом. Его даже кроты так называют. А когда Непоседа лежал в постели с высокой температурой, ты все время переворачивал ему подушку, чтобы он лежал с щекой на прохладной стороне». «Да, да», – угрюмо согласился Топтышка. «А ваши проделки?» – вспоминал Кролик дальше. «Помнишь, как вы подошли к берлоге старого медведя и закричали ему в окно толстым голосом?» «Снись, лесник пришел!» – кролик рассмеялся, а вот Топтышке смеяться совсем не хотелось. Кролик ускакал, а Топтышка встал и собрался было идти дальше. Но тут он увидел Непоседу. Они растерянно посмотрели друг на друга. Долго-долго они стояли молча. Непоседа разглядывал свои лапы. «Мне не жаль земляники, лишь бы только ты остался моим другом», – сказал наконец Непоседа. «Ты можешь есть все ягоды один, я не против», – ответил Топтышка. «Давай поделим на двоих ту землянику, что осталось», – предложил Непоседа. И они молча пошли в свой маленький сад. Щебедали птички, гудели пчелы. Вдруг Непоседа спросил. «А почему ты сидел возле моего фургончика?» «Не знаю», – ответил Топтышка. «Честное слово, не знаю». «Вот и я тоже не знаю», – подхватил Непоседа. «Смотри, я нарвал четырехлистного клевера. Ведь обычно это ты его собираешь, а я никогда». Я и сам не заметил, как его нарвал. Перед входом в сад они остановились. И что же они увидели? Под колючим кустом к их землянике пробирался лесной мышонок с крохотной корзиночкой. «Привет», – сказал мышонок. «Какие вкусные ягоды!» «Наконец-то я их все собрал». Непоседа и Топтышка растерянно посмотрели на непрошенного гостя. «Напрасно посторились из-за малюсенького мышонка», – воскликнул Непоседа. «И вовсе не напрасно», – ответил Топтышка. «Мышонок помог понять нам кое-что важное». Непоседа посмотрел на Топтышку. «Верно. Благодаря ему мы теперь знаем, что разрушить нашу дружбу не так-то просто». «Мышонок помогает нам кое-что важное».